всем привет друзья значит сегодня я скажу что обозначает дитэ на колесных дисках что оно означает и так вот на штамповки именно на этом на это штамповка вот пишется вот в этом месте вот она е.т. 16 час если я приближе будет заметно ли не будет вот е.т. 16 если конечно диск ржавый но раскрасился то наградки вы что увидите и так вот на литье ведь и смотрим вот в этих местах так разверну подобный чтоб было вот в этом месте вот е.т. 20 . этот этот диск у меня е.т. 20 а этот е.т. 16 так вот чем они отличаются сейчас я расскажу что такое это он допустим колесный диск это это вот вот этот привалочная плоскость которая прижимается к откуда ты части то есть она прижимается вот и вот эта вот плоскость она то есть ну это я объясняю своими словами то есть вот диск ширина то есть эта плоскость вот это но это расстояние относительно вот этой вот ширины то есть плоскость может быть и тут а и тут а и тут а так вот допустим е.т. 0 это примерно посредине вот е.т. 0 но бывает е.т. отрицательная и положительная это когда вот это е.т. 0 привалочная эта плоскость вот которая прижимается прикручивается относительно диска смещается либо сюда либо сюда то есть положительно это когда эта плоскость смещается в эту сторону то есть где вы закручиваете болты она ближе сюда и поэтому когда вы вставляете диск на машину колесо уходит внутрь то есть это получается положительно это допустим это допустим этот диск е.т. 16 вот а тот е.т. 20 он чуть-чуть уходит вовнутрь машины потому что у него больше это два двадцатка 16 меньше и она из машины чуть больше выходит если допустим где-то отрицательная это значит вот эта вот плоскость вот то есть сюда уходит если она сюда уходит отрицательная то получается диск выходит из машины то есть видели вы когда машины проезжают то есть колеса чуть-чуть выпячиваются вот то есть специально подбирает такие диски чтобы колесо выходило вот вот это вот е.т. и обозначает насколько вот это вот плоскость то есть относительно оси от этого диска выдана то ли сюда то ли сюда вот и тут же что рассмотреть если вы хотите ну то есть когда покупаете диск то нужно смотреть эти параметры е.т. допустим где-то 20 е.т. 16 вот идеально подходит для допустим классики ну раз для разных машина разные колесные диски вот тут нужно быть внимательным если вы подбираете более отрицательный е.т. то есть там может быть е.т. 0 е.т. даже минус 20 то есть он будет выпирать то смотрите чтобы то есть тем больше чем больше отрицательная е.т. тем есть возможность цепляться за арки кузова то есть будет скрипсти естественно когда колесо будет выпячиваться так же самое если е.т. очень положительно она будет заходить вовнутрь то может естественно какие-то элементы машины за 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 зацеплять допустим спереди можем за зацеплять за привороте колеса завтра эти рулевые тяги также за шланги тормозные допустим спереди могут цепляться вот ну и тут то ли сам вот тоже могут цепляться за диана может поэтому при подборе и покупке дисков нужно на это обращать особое внимание там друзья е.т. 20 это значит примерно на на 20 миллиметров это вот плоско-провалочная расположена в эту сторону и также самое это и 40 значит еще сильнее вот если это ночь посредине е.т. минус допустим 10 в эту сторону е.т. 20 сильнее и сильнее то есть это понятно да вот некоторые чтобы допустим не подбирать такие диски вот просто вытачивают шайбы чтобы эту и то есть изменять положение диска то есть вытачивать шайбы определенной толщины подкладывают вот и она смещается или покупает поэтому друзья советую вам подбирать диски одинакового е.т. потому что что она будет когда разные это разные в общем колесные диски будут в разные стороны находиться то есть машина будет ехать не по колее а где попало поэтому ставим одинаковые диски радуемся нормальному движению автомобиля на этом все друзья подписывайся на мой канал ставим лайк вот жмем на колокольчик вот все до свидания